Доброе утро! На завтрашнем концерте, который называется «Дыхание Тибета». Ну, хотелось бы, конечно, знать, в чем такая уникальность именно этого концерта и какую роль в нем будут играть тибетские монахи. Вот как раз уникальность именно в том, что там будут тибетские монахи. Там будут играть определенную роль тибетские монахи. Да, но там будут также и наши музыканты, которые блестяще играют и занимаются и увлеченной культурой Востока во всех его проявлениях. И это открывает, вот этот концерт открывает серию концертов, связанных с привозом всевозможных уникальных музыкантов со всего мира. Не только из тибет? Конечно. Откуда еще ожидается? Я надеюсь, что все получится с индейцами, американскими. Я надеюсь, что все получится с представителями Океании, которые играют на разнообразных морских предметах. Потому что там их огромное количество. Вот. Ну и мало ли, что Бог пошлет еще. На чем будете играть вы? Я буду играть на чашах. На поющих чашах тибетских, в которых собрался целый сет. И он такой полноценный, почти темперированный получился. Ну и я купил в Америке недавно щелевые барабаны. На них тоже будем играть. А в чем отличие их от, так скажем, традиционных? Ну, отличие в том, что там несколько тонов. В каждом разные. Есть 16 тонов, есть меньше, есть больше. А скажите о тех инструментах, которые вы принесли с собой. Как они звучат? То есть у нас в студии есть чаши. Да, и вот как раз я взял один из барабанов. Ага. И диджериду. И диджериду. Что это такое? Это музыкальный инструмент австралийских аборигенов. Традиционный, глубоко сакральный, самый древний, как считают сами австралийцы, вообще на земле. Потому что эвкалипты росли издавна, будем считать так. Как эти инструменты производит сама природа. Термиты выгрызают эвкалипт изнутри. Абориген лишь идет в лес, вырубает эвкалипт. Ну и, собственно, инструмент готов. Такое незатейливое изготовление. Да. Там дальше сейчас специфика в способе звукоизвлечения и применения этого инструмента. Но в данном случае это гибрид диджериду и тромбона в студии. А где-то можно у нас в Екатеринбурге, предположим, научиться игре или вообще достать как-то инструмент? Кто хочет попробовать? Можно. Сейчас, благо, границы открыты широко интернетом. Покупают и традиционные инструменты аутентичные в Австралии, покупают и новодел. Поэтому в зависимости от того, какого состояния, какова мотивация человека, он может купить этот инструмент и обучиться. А как правильно все-таки диджериду или диджериду? Диджериду. Ну, это название для Запада, скорее, потому что, скорее, возникло из восприятия западным человеком того звука, который он слышал. Такой специфичный довольно-таки, амбертональный, тоже похож на гудение, такое утробное. Вы сами это услышите. А так там бытует очень большое количество названий в зависимости от племени. Таким общепотребителем является слово «идаки». Совсем не похоже на диджериду. Вообще никак. Идаки, дидждаки и так далее, в зависимости от конкретной племенной организации. Ну, вот все-таки диджериду – инструмент австралийский, тибетские чаши, понятно, из Тибета. Насколько сложно соединить два абсолютно разных вот этих музыкальных инструмента из разных культур? Или у них есть что-то вот общее, кроме того, что они удивительны для нас? Ну, прежде всего, общее – это некая подлинность, и того, и другого, и третьего. Потому что, например, технология производства тибетских чаш не менялась в бронзового века. Вот. То есть здесь есть много информации в каждом инструменте. И в его создании, и в его предшественниках инструментов. Вот. Это первое. А второе – то, что там, где мы живем, это перекресток семи дорог. И здесь всегда сходятся самые необыкновенные вещи. Это уже замечено. Я достаточно много езжу, и поэтому есть с чем сравнивать. Очень органично сходятся именно на Урале. Ну что ж, будем рады услышать ваше совместное выступление. Давайте узнаем, как звучат эти тибетские чаши и диджериду. Попробуем. Давайте. Ну что ж, в прямом эфире программы «Хорошее настроение». В данный момент вы слышите, как звучат эти удивительные тибетские чаши и необыкновенный музыкальный инструмент диджериду. «Хорошее настроение» 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 «Хорошее настроение»